Последняя неделя для сферы туризма выдалась непростой. Силы были направлены на корректировку внешних полетных программ и перебронирование туров. Однако на внутренний туризм спрос растет. Многие продолжают покупать путевки на лето, разбирая их по акции. Не исключено, что спрос увеличится и перед началом весенних каникул. Люди в основном стараются планировать поездки буквально на ближайшие даты. Завтра, послезавтра, через два, через три дня. Поэтому я не буду кривить душой и говорить, что у нас сейчас обвал заявок с поездками на каникулы. Но могу совершенно спокойно заверить, что достаточно предложений для того, чтобы спланировать свой отпуск. Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от международных туров и обратить внимание на многообразие внутренних туристических направлений. Например, из самых ближайших – Масленица в Суздале или фестиваль подледного лова в Чкаловске. Впрочем, в лидерах остаются столичные города. К тому же, в Москве и Питере сняли антиковидные меры по QR-кодам. Калининград. Понятно, что изменен маршрут, коридор полетный, но рейсы выполняются в полном объеме. Для тех, кто все-таки как-то активно любит отдыхать, у нас выполняется из Москвы прямая полетная программа на Байкал, на Сахалин. Это опять же того, что давным-давно не было. А вот запросы на внешние перелеты в связи с последними событиями упали на 70%. Например, из Самары в марте можно отправиться только в Анталью. Поэтому все внимание приковано к турам по России. Практически вся страна бронируется на Россию. Цены сохраняются, в принципе, они сохраняются нормальные. На данный момент, на текущий момент ситуация в том, что она меняется и цена растет. На 8 марта, праздничные даты, можно отправиться в Сочи. Порядка 24-25 тысяч на двоих. Это будет полный пакетный тур. Чуть больше будут стоить туры в Калининград цены от 28 тысяч с перелетом на двоих. Из новых программ Санкт-Петербург плюс Карелия. Увидеть культурную столицу и заодно Валаам или Кижи можно за 30 тысяч на одного туриста. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.